Приемы сердечно-легочной реанимации отрабатываются на тренажере. К мировому футбольному первенству готовится медицинская сборная. На стадионе будут работать врачи разных специальностей. Все они должны обладать навыками оказания первой помощи, причем по европейским стандартам и рекомендациям ФИФА. В 2018 году им предстоит оказаться в самом центре футбольных баталий. На столь массовых мероприятиях ситуация бывает непредсказуема. Острая коронаврация, в принципе, очень распространена в международных соревнованиях, на различных скоплениях, на стадионах, на концертах, на фанфестах. Поэтому мы всегда должны быть готовы после остановки кровообращения и всегда в течение 10-30 секунд реагировать на это и начать сердечно-легочную реанимацию. Терапевты, эндокринологи, врачи общей практики и другие снова идут грызть гранит новой для них науки. Футбол – один из самых травмоопасных видов спорта. Врачи на стадионе все должны быть травматологами. В принципе, мы их обучаем принципам и мобилизации и верхних, и нижних конечностей, и повязки на голову, на шею. Принципы транспортировки больных, как уложить наносить, как нести. Все должны говорить по-английски и все должны обладать навыками медицинского психолога. На специальных тренингах по психологии медики изучают науку, которая помогает предотвращать конфликты и не погружаться в отчаяние. Мало ли кому что взбредет в голову, когда проигрывает любимая команда. Если какому-то человеку, допустим, станет плохо, если он при этом будет находиться в состоянии тревожности, возможно, панические атаки, возможно, острая реакция на свое состояние, и также родственники пострадавшего наверняка будут нуждаться как в помощи медиков, так и в помощи психологов. Медицинская команда FIFA формируется только из профессионалов высшего уровня. Каждый из них – ас своего дела, но стадион требует дополнительных знаний. Всего они проходят обучение по 11 специальностям, причем по стандартам Международной футбольной федерации. Сейчас команда состоит из 250 медицинских работников. Текучка небольшая, потому что основной костяк команды уже сформировался, и целый год он уже существует. И, соответственно, те, которые имеют медицинскую специальность, хотят попасть в нашу команду. И уже к началу следующего года медицинская сборная Самары должна быть в полной боеготовности. Олег Зверев, Максим Гусев, События.